добрый день с вами снова я марина морок у меня такое ощущение что у меня все таки вот эти все возлияния они не прошли бесследно либо тут какое-то освещение жуткое ну что-то я смотрю я что-то не очень хорошо выгляжу кто-то пишет что лучше был к у меня волосы были назад у меня волосы они были подлиннее они как-то лучше укладывались назад сейчас они не так хорошо назад укладываются как раньше сейчас они как-то стремятся вперед идти они назад но у меня давно уже такая прическа была бы хотела я мерить маски но накрасила губы поэтому не знаю как тебе маски похолодание движется большое сегодня среда сегодня 13 по моему мая длится большое похолодание кошку уже вообще как как кошка у меня тут лежит в одеялах надо ее одеялки постирать а я вот даже думаю как я сейчас возьму их в стирку а в чем же тогда кошку будет лежать окошко если я твои одеялки в стирку возьму в чем ты будешь лежать как кошка в общем она что-то вообще болеет и вот она лежит но она лежит потому что тут еще стоит постоянно работает этот тепловентилятор маленький я большой у меня большой тепловентилятор ну как он не у меня он руслан на даче он там дачу отапливать я боюсь сюда брать потому что я боюсь что это самая проводка ёпнется хилая в общем сегодня у нас среда на улице стало наконец-то клёво там зеленые листья ветер все так круто вот такие вот дела нет полегчал вчера мне вообще было что-то плохо сегодня мне уже стал лучше я скоро буду есть буду делать муквэнг начинается масочно-перчаточный режим в подмосковье я просто губы накрасила поэтому не знаю наверно когда сделать чтобы маску пометить почему вот такой лук я специально для вас сегодня надела новые лосины в цветочек то есть они конечно не самые новые они конечно же у меня уже довольно старые эти ленинсы в цветочек вот они у меня не совсем новые они у меня скорее старые вот но я их давненько не носил давненько я не брала в руки в руки шашки в общем одно время а леггинсы были настолько модными что я в мужике даже носила эти ленинсы на улицу то есть я могла там с туникой с длинной их надеть чтобы там пойти куда-нибудь прогуляться и даже такое было что я даже на улицу у них выходила и там у них фоткалась и это для мужика это было нормально потому что бужениново это село вот но так как я сейчас живу в городе здесь уже конечно ношение ну для дачи может тоже бы пошло но в городе уже ношение таких вещей мне кажется неприемлемым вот поэтому собственно это стали мои домашние леггинсы и вот я их надела тем более вообще ничего не может быть чудеснее чем на леггинсы на полноватых девушках но они очень клёвые потому что они хлопковые и такой веселой вот расцветки как раз к ним очень подошла хорошо эта футболка которую я тоже раньше на улице носил а сейчас я ее уже как-то она какая-то не прикольная мятая вся какая-то она вот мне не нравятся женские футболки я не люблю они какие-то короткие они все время все какие-то подстрельные было бы она вот подлиннее чуть-чуть чтобы она закрывала хотя вот паховую область было бы уже как-то она более стильной клёво бы смотрелось а так вот это куцая футболочка какая-то ее нужно наверное заправлять куда-то в штаны на если так только ее носить если ее куда-то в джинсы заправлять на футболке заправленные в джинсы они идут только худощавым девушкам и женщинам у которых есть талия и плоский живот вот если я начну заправлять но не знаю мне как-то не нравится заправленные футболки полу заправленные что-то как-то не по мне очень специально для вас ой специально для вас я в новых леденцев я стараюсь снимаю тут снимают вот короче первая маска у меня желтая как раз она очень хорошо подходит футболки только она очень напоминает знаете такой есть прекрасный фильм японский называется труса не какая-то маска труса вот это вот в общем эта маска труса не у а вторая маска ее мерила любую когда у меня было это моя более вот в этой маске труса не у она во-первых реально похоже на какие-то детские трусички во-вторых в ней дышать невозможно вообще это просто полнейший труса не ух получается какой-то у меня еще раз для вас померю вот так вот блин мне во первых еще больно потому что у меня пирсинг же на ушах у меня первых пирсинг верхней части ухо industrial плюс еще очки плюс это еще труса нюхательная маска это вообще трэш какой-то совершенно жутко все это я когда начинаю в ней говорить у меня и воздух теплый он вниз не идет тут же закрыто он идет вверх вот здесь вот где нос его от него у меня запотевают очки поэтому когда я ношу маску мне очень неудобно с одной стороны мне давит на уши с пирсингом с другой стороны у меня запотевают очки не приходится их снимать надевать снимать надевать это еще больше способствует тому что я трогаю лицо а вторая маска у меня вот такая она хлопковая в ней полегче дышать но она похоже как будто на лицо надел если это похоже как будто на лицо надел бабулина такая она хлопковая тоже в ней нифига дышать не тяжело вообще начинаешь мне как-то задыхаться может потому что она чем-то пропитана ну в общем я не знаю в общем вообще в ней неудобно еще у меня есть еще третья маска она просто бежевая гендерно нейтральная ну короче у меня есть еще одна просто бежевая маска жень какая-то херня эти маски стоили где-то в районе стольника то есть фух блин из нее еще лопнула резинка как на трусах реально еще какая-то хрень посыпалась в общем в районе стольник стоили эти маски носить в них их очень неудобно в общем эту я уже испачкала помадой да это они мне на нос с вами марина муру в общем такой вот у меня прикид сегодня такие вот дела такие вот у меня маски а третья просто бежевая но она у меня упакована в целло пан полиэтиленовый пакетик вот и она у меня в коридорчике лежит поэтому я ее не хочу я хочу уже кушать поэтому у меня сейчас наверное будет этот мукбэнг у меня будет сегодня суп в общем я вам раньше все время рассказывал все как на духу честно откровенно с вами делилась а потом на меня пошли жалобы на мой канал полетели недовольство там стали мне в личку писатель всякие пакости оскорбления ой а чё это у вас канал уже не такой стал как раньше вот раньше он был прикольный а сейчас не такой конечно я говорю ко мне уже там как начали мне писать все эти пакости так вообще прям вчера я поздно легла вечером потому что я что-то спросила я говорю руслан как можно фильм посмотреть вот такой вот если там вообще вечером или если кто-то зайдет он говорит посмотри фильм любовь режиссера гаспар но и режиссер вот порекомендовал мне руслан этот я его вчера стала смотреть хорошо что я его насмотрела потому что там так много это явно 18 плюс и там много таких прямо откровенных сцен в этом фильме ну вообще фильм прикольный его можно посмотреть одному или можно смотреть вдвоем там с девушкой с парнем но если у вас к нему с ними уже есть если у вас уже были близкие отношения то мы фильм можно смотреть то что противно случае с мало знакомыми людьми этот фильм лучше не смотреть тем более с детьми явно это не для семейного просмотра кино потому что много прям откровенных сцен таких явно вот но мне кино понравилось собственно такое оно приятное там как раз про то что сюжет такой что парень был влюблен сделал в девушку вот было в электро была у них прям такая совсем совсем любовь морковь потом он что-то ей стал изменять и в то же время другая девушка с которой он ей изменял от него забеременела и пришлось ему жить с нелюбимой девушкой ради ребенка ну хорошая на самом деле фильм хороший поучительный даже в каком-то плане он как бы учит то что надо любовь беречь не надо изменять не нужно и надо очень внимательно относиться к тому с кем ты спишь чтобы не было всяких залетов потому что получается так что испортилась жизнь у трех человек испортилась жизнь и у парня который любил одну девушку но вынужден жить совершенно с другой с нелюбимой ради ребенка испортилась жизнь у девушки любимой этого парня которая с ним рассталась из-за того что он ей изменил и испортилась жизнь у той девушки которая родила ему ребенка потому что он ее не любит и живет с ней только ради ребенка в общем хороший фильм мне понравился можно посмотреть вот единственное что я хочу сказать в такой если вдруг случается такая вдруг ситуация что рвется контрацептив в аптеке есть таблетки которые называются ископел я не знаю как во франции ископел из капель но в россии их продают вот это замена по стену это так как бы хозяйки на заметку если вдруг случается такая ситуация авария что контрацептив подвел или еще там что-то случилось подвело там забыли таблетку выпить или вообще про все забыли там были не трезвые или сильно влюбились и вообще потеряли голову есть таблетки следующего которые там пьют в течение ну их надо выпить в течение суток после акта любви я говорю они называются ископель я уже про них говорила но это раньше был пастинор но пастинора я не пробовала вот ископель мне как бы приходилось один раз пить потому что у меня в жизни случалось случилась ситуация такая же как у главного героя в фильме любовь но все обошлось гораздо меньшими жертвами просто как бы мы съездили в аптеку купили таблетку ископели я ее приняла и ничего не было так что вот но это так я вот учу кто ж вас еще наук кроме меня кто вас научит то вам расскажет правду собственно все же там любят всякая пропаганда заливать вам уши что давайте рожайте больше рожайте раньше а я вот вам правду рассказываю такие вот дела вот фильм и он какой-то такой фильм очень скучноватый то есть он именно если там не было эротического их сцену бы просто этот фильм был бы скучный вот но это эротика как потому там даже не эротика она этот фильм разбавляет и все равно мне хотелось бы смотреть очень стала его смотреть а он идет два часа его можно было бы сократить и в общем я думаю блин вроде бы и жалко прерывать просмотру хочется посмотреть все это как-то не охота прерываться и очень я смотрю 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 меня уже было открываю смотрю они у меня опять закрывайся опять открывай смотрю посмотрела я очень долго и легла я спать в итоге уже во втором часу и сегодня проспала просто такие вот дела в общем с вами была марина морок спасибо всем кто меня смотрелся я что-то кушать хочу очень так что время уже 1234 а я съела пару бананов но у меня как сказать если мне не надо на работу то я просто сначала пью кофе чем съедаю как правило там бананы что такое легкое а потом у меня уже 2 завтрака обед потом у меня обед и ужин потом еще ужин почему я постоянно хочу жрать и но стараюсь себя контролировать ладно всем спасибо кто меня смотрел с вами была марина морлов подписывайтесь на мой канал всем счастливо всем напишите как вам мои новые лосины нравится